С нами на связи Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины. Здравствуйте! Здравствуйте! Слава Украине! Героям слава! Ну вот, мы с вами посмотрели вместе сюжет о том, как происходит подготовка украинских военнослужащих. Мы видим, что ударный кулак собирается, и ПВО скоро будет в Украине современной. Как вы оцениваете вот тот этап, на котором сейчас находится Украина, и на котором находятся наши военные, которые готовятся с новым оружием освобождать Украину? Наши военнослужащие действуют в соответствии с теми планами боевой подготовки и боевого обучения. Эти действия синхронизированы с нашими западными партнерами, которые не только поставляют нам соответствующее оборудование, технику, вооружение, но еще проводят тренинги для того, чтобы наши операторы были как минимум не хуже, чем их западные коллеги. Совершенно очевидно, что на этом фоне крайне нервно ведет себя Российская Федерация. Думаю, что крайняя ракетная атака, которая состоялась буквально на днях, в ходе которой россияне использовали 95 ракетов разных типов и классов, она, собственно говоря, и направлена была на то, чтобы найти, разведать места сосредоточения наших систем противовоздушной обороны. Об этом говорила госпожа Гуменюк. Ну, очевидно, с какой целью россияне это делают. Они пытаются максимально снизить боевые возможности украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Потому как прекрасно понимают, к каким последствиям, как только вся эта система заработает на полную мощность, может это привести. Потому как те самые ракеты класса Патриот способны уничтожать вражескую авиационную технику на расстоянии до 150 километров. Соответственно, в радиусе боевых действий от линии боевого столкновения порядка 100, может даже 120 километров, ни один вражеский самолет не сможет находиться. Буквально перед эфиром мы увидели информацию в телеграм-каналах о том, что уничтожен очередной фронтовой бомбардировщик вооруженной силы Российской Федерации Су-24. И, собственно говоря, это результат противодействия украинской системы противовоздушной обороны. А ежели и как только западные лучшие образцы вооружения и техники заступят на боевое дежурство и будут закрывать небо на территории Украины, соответственно, таких случаев, в случаях уничтожения вражеских вертолетов и самолетов, кратно станет больше. Поэтому очевидно, что опыт, который получают наши военнослужащие, он абсолютно прагматичен и рационален. И самое главное, он направлен на достижение главной нашей миссии – освобождение всей территории страны в границах 1991 года. Понятно, истерика врага. Ракеты, самолетов в них становится все меньше, а современной техники, в том числе ПВО, в Украине становится все больше. Да, безусловно. И очевидно, что на фоне той информации, что россияне вынуждены снимать с долговременного хранения те самые танки Т-62 и все чаще их использовать в боевых действиях, очень хорошая новость поступает от наших заокеанских друзей. Потому как боевые машины Брэдли, их сами американцы называют не танками, но уничтожителями танков. Во время иракской кампании вооруженных сил США в буре в пустыне, именно БМП Брэдли уничтожили наибольшее количество основных боевых танков иракской армии. А по удивительности, что именно Т-62 в тот период времени являлся основным танком вооруженных сил Ирака. Соответственно, Брэдли опять могут вспомнить свою былую мощь и славу, и, собственно говоря, отработать те же самые боевые задачи уже на украинской земле. Давайте поговорим о вчерашней топ-новости над Черным морем. Накануне вчера был сбит американский дрон. Европейское командование вооруженных сил США заявило, что два российских Су-27 совершили, цитата, «небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотника ВВС США, который предназначен для разведки, наблюдения и рекогностировки в международном воздушном пространстве над Черным морем». Российские военные власти комментируют ситуацию очень, так знаете, интересно и по-своему. А как вы считаете, с какой целью россияне совершили эту провокацию? – Очевидно, что это сделано для того, чтобы максимально ослепить разведсообщество Соединенных Штатов Америки и разведсообщество Украины, потому как задумывали они что-то недоброе. Очевидно, что нахождение нескольких носителей ракет морского базирования класса «Калибр» в акватории Черного моря, это те самые корабли Черноморского флота Российской Федерации, могут, собственно говоря, привести к реальным пускам тех самых ракет класса «Калибр». И для того, чтобы максимально скрыть этот самый факт, для того, чтобы украинская система противовоздушной обороны не имела достаточного запаса времени для соответствующих реакций, именно с этой целью и был уничтожен дрон стратегического уровня, дрон, который находится на вооружении Европейского командования Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, это серьезный прецедент. Будет ли какая-то серьезная реакция со стороны наших американских партнеров? Мы видим, что состоялся демарш на уровне дипломатического трека. А вот что касаемо демарша на уровне военного трека, я думаю, мы буквально сегодня узнаем по итогам 10-го Рамштайна, каким это результатом приведет. Ну, очевидно, что вряд ли из-за уничтоженного дрона вооруженные силы США будут вступать в прямое вооруженное противостояние с Путинской Россией. Но определенные действия направлены на усиление военного потенциала украинских сил обороны, такой инцидент, который Черного моря может, собственно говоря, привести. Скажите, а возможно, это было ответом американцев на то, что позавчера Б-52, бомбардировщик американский, пролетел возле Калининградской области? Может быть, вот таким образом они со своей стороны, вот выступили, да, показали, что мы сильные? Нынешняя война, это война в том числе и символов. Мне кажется, вот те самые полеты, учебные полеты Б-52, они совершенно четко дают понять странам изгоя. Их не боятся. Страны изгоя повышают ставки, готовы идти до конца. Страны НАТО также готовы идти до конца. И совершенно очевидно, что в прямом вооруженном столкновении у стран изгоев нет ни единого шанса уцелеть в этом противостоянии. Собственно говоря, об этом совершенно четко говорят и действия. Не только заявления должностных лиц, и еврочиновников, и чиновников от НАТО, но и, собственно говоря, практические действия. Это и масштабное учение, это и готовность противодействия любым провокациям со стороны стран изгоев. И мне кажется, это абсолютно рациональный подход. Не можно, невозможно все время бояться, отступать, пытаться договориться, искать компромиссы. В тех ситуациях, когда вторая сторона переговорного процесса абсолютно не договороспособна. Вот американские военные, которые следили за атакой на дрон в прямом эфире, вот там же работали и датчики, и камеры, были шокированы поведением российских пилотов, тех истребителей, которые кружили над рипером. И сливали на него топливо, вероятно, пытаясь залить камеры беспилотника или повредить его датчики. Вы знаете, тут же появились даже мемы какие-то. Многие пишут, что обычно русские бы сливали топливо прямо на ходу, например, с этого беспилотника. Но то, что они просто гадили на него там сверху или снизу топливом тоже как бы в их духе. Вот как вы можете прокомментировать вот такие действия, да? Да, к сожалению, ассоциации, те, что в моей голове не совсем подходят для общенационального телеканала. Но в любом случае, это подлая тактика, тактика не воинов, тактика тех, кто из-под тяжка, из-за спины пытается нести достаточно болезненное поражение. Поэтому, ну в любом случае, мне кажется, что наши западные партнеры, в том числе и контингент стран НАТО, действующих на территории Румынии, готовы действовать в соответствии с той ситуацией, которая в настоящее время развивается. И не думаю, что нынешняя провокация авиаторов, которые входят в состав авиационного крыла Черноморского флота Российской Федерации, кстати, взлет этих сушек были зафиксированы с аэродрома Бельбек. Того самого, что находится на территории временно оккупированного Крыма. Думаю, что ответ будет. Каким он будет? Возможно, случится Бавовно на территории Бельбека. Возможно, еще какие-то сложности и трудности возникнут у российских авиаторов. Время покажет. Но то, что такая акция не останется без ответа, это очевидно. То, что ответ может быть в определенной степени асимметричным, я тоже такого варианта не могу исключить. Ну и можем поздравить российских пилотов. Им запишут, наверное, благодарности с формулировкой «нагадили на вражеский беспилотник». В определенной степени так оно и есть. Россия изменила тактику ракетных обстрелов, выпустив 9 марта 81 ракету, в том числе 6 кинжалов. И в общей сложности страна-агрессор потратила на атаку более 500 миллионов долларов. Как вы полагаете, сколько таких ракет, как кинжал, у врага осталось? И готовят ли они очередную массированную атаку? Да, вот сегодня уже второй раз за день масштабная воздушная тревога. Коллеги, я с вашего разрешения уточню информацию. Мое уточнение связано с той информацией, которую официально сообщил украинский генеральный штаб. Не 81, а 95 ракет. 95. В тот мартовский день россияне использовали, в том числе, да, вы правы, 6 кинжалов. С чем это связано? Скорее всего, россияне используют такую дорогостоящую и крайне редкую, находящуюся на вооружении российской армии, ракету, как кинжал, для того, чтобы уничтожать приоритетные цели. Об этом говорила госпожа Гуменюк, представитель оперативного командования ЮГ. Скорее всего, россияне охотились на системы противовоздушной обороны. О чем идет речь? Возможно, они охотились на системы ПВП-3, либо САМТИ, возможно, Айрис, Айрис-Ти, возможно, иные современные системы противовоздушной обороны. Потому как, ну, крайне нерационально используют такой тип ракеты, уж простите, не мой циниз, для того, чтобы наносить удары по жилым кварталам Украины. Поэтому и те процессы, которые мы в настоящее время наблюдаем, в том числе использование средств радиоэлектронной борьбы путинской России, такие себе фальш-атаки с разных направлений, они, собственно говоря, и направлены на то, чтобы обнаружить всю систему противовоздушной обороны. Наши пусковые установки, наши радарные комплексы, дабы затем, зафиксировав их, совершить пуск реальными ракетами. Кстати, за минувшие сутки ракета именно противорадиолокационная Российская Федерация запускала по территории Одинской области. Взрыв такого типа ракеты зафиксирован на территории Краматорска, причем эта ракета попала в жилой дом. Но и я думаю, что будет честным и справедливым сказать следующее. Реально в настоящее время украинские силы обороны в том числе и используют формат введения в обман российских пилотов, российских ракетчиков, для того, чтобы они, совершая подобные пуски, отправляли эти ракеты вовсе не по предназначению, а куда бы их пошли. Евросоюз увеличил на 2 миллиарда евро фонд, из которого финансируется оружие для Украины. Насколько важно для нас это решение? Очевидно, что нынешняя война и действия украинских сил обороны направлены не только на обеспечение безопасности Украины. Вопрос в настоящее время стоит о безопасности европейского континента. И то, что наши западные партнеры, западноевропейские партнеры включаются в этот процесс, совершенно логично. Потому что, если украинская армия перестанет доказывать сопротивление, следующий этап, российская экспансия, это будут страны Балтии, Польши, иные страны Восточной Европы. Потому как аппетиты Путина не имеют границ, и он желает воссоздать такой себе СССР 2.0, и над этим он активно работает, невзирая на колоссальные потери путинской армии. Поэтому подход наших европейских партнеров является абсолютно рациональным. Они готовы выделять соответствующие ресурсы для того, чтобы обеспечивать всем необходимым украинской армии. Причем мы тут совершенно четко с вами должны понимать буквально следующее. Есть перспективные цели и задачи, как то получение истребителей в 16 или их аналогов, штурмовиков в 10-х, иных систем вооружений. Но тут и сейчас украинской армии необходимы в огромных количествах мины 60-го, 62-го, 120-го калибра для того, чтобы уничтожать те самые мясные, простите за сленг, штурмы, которые ежесуточно, ежечасно порой совершают путинские войска на разных участках фронта. Поэтому думаю, что среди прочего нынешний Рамштайн и, соответственно, позиция наших западных партнеров будет сосредоточена, в том числе и на решение текущих задач в части обеспечения потребностей украинской армии в боеприпасах. Давайте перейдем к текущим задачам, к фронту. Вчера прошло заседание Ставки, на котором рассматривали оборону Бахмута. Вот на направлении принято решение удержания защиты города. А перед этим замминистра обороны Анна Малер говорила, что считает, что оборону Бахмута имеет очень большое значение. Именно там, по ее словам, уничтожается большое количество вражеской техники и личного состава. То есть украинцы сковывают там врага, ну и раз за разом перемалывают его силы и средства. А враг, не получая преимущества на поле боя, пытается проводить информационные операции. Она призвала доверять только официальной информации про оборону города. И, кстати, вот та информация, которую мы получаем от союзников, например, от Американского института изучения войны, она практически всегда подтверждает и официальную информацию Киева. Вот, как видим, стал костью в горле Бахмут оккупантом. Подавились, как вы считаете? Да, совершенно очевидно, что путинские войска, даже имея кратное превосходство в живой силе, в технике, в артиллерии, не в состоянии ничего сделать с сопротивлением украинских сил обороны. И совершенно очевидно, что оборона Бахмута имеет в своей основе не политическое, а абсолютно военное, то есть рациональное решение. Почему? По заявлениям украинского министра обороны господина Резникова, ежесуточно путинская армия в районе Бахмута теряет до 500 убитыми и до 900 ранеными российских военнослужащих. Очевидно, что истощение живых ресурсов путинской армии является крайне важным аргументом. Потому как мы с вами неоднократно в эфире вспоминали эту фразу. Что такое война? Война это не про квадратные километры. Война это про жизни людей, жизни и здоровье. Поэтому чем больше путинских солдат будет уничтожено на подступах к Бахмуту, тем более эффективным, более результативным в дальнейшем будет украинское внутренне наступление. Путину физически нечем будет затыкать те самые дыры на фронте, потому как огромное количество его солдат, его наемников просто потеряет свою жизнь, потеряет свое здоровье при городах Бахмута. Знаете, многие военные эксперты, говоря о российской армии, употребляют одно слово – необучаемые. И вот чего можно ждать от врага дальше, в том же Бахмуте? Дальнейшие самоубийственные попытки и штурмы? Дело в том, что путинские солдаты действуют в соответствии с распоряжением Путина, а он до сих пор не отменил свое распоряжение в части выхода на административные границы Донецкой и Луганской области до конца марта. Собственно говоря, до конца марта осталось две недели, и, соответственно, российские солдаты, российские генералы из всех сил стараются, тужатся, реализовать эту задачу. Насколько это реально осуществить, совершенно очевидно, что нет. И сопротивление украинских сил обороны, несмотря на кратное преимущество путинских солдат, ни иные попытки изменить ситуацию на поле боя, они не несут искомого результата путинскому окружению. Поэтому Бахмут, безусловно, крайне сложен в плане обороны, крайне сложна, затруднена его логистика, она связана и с тем, что город находится в полуокружении. Проблема логистики связана и с весенней оттепелью, а значит, это значит, что дороги, многие дороги, полевые дороги, в настоящее время непригодны для перемещения колесного транспорта, да и гусеничного транспорта идет достаточно сложно по этим дорогам. Но, тем не менее, желание наших воинов держать под контролем этот город-крепость, готовность к риску, готовность с оружием в руках защищать свою землю, оно, собственно говоря, приносит тот самый результат. Россияне бьются, а стальную, а бетонную стену не в состоянии изменить то самое остатное ско на фронте, на этом относительно небольшом участке фронта в районе Бахмута. Владислав, что происходит на других направлениях на Востоке? Вот говоря об Бахмуте, важно не забывать, что давят они, как минимум, еще на четырех направлениях. Так ведь, и вот была информация о том, что вот и Маринке в Авдеевке враг выдыхается, но вот мы говорили с Виталием Барабашом, он говорит, что это не ощущается, поскольку они сейчас используют очень много ланцетов, используют удары авиации. Что происходит на других направлениях? Мне кажется, что защитники Авдеевки вряд ли чувствуют какие-то тенденции изменения, там, усложнения ситуации, интенсификации боевых действий, потому что они в режиме интенсивных боевых действий находятся уже более чем 12 месяцев. А до этого ожесточенные бои в районе Авдеевки шли в 2016, 2017, даже в 2018 году. Россия не давит и, словно морские волны, все время раздываются, а мыс, гранитный мыс, не в состоянии изменить ту самую ситуацию. Хотя, опять же, приходят тревожные вести из Красногоровки. Сложнейшие городские бои идут в Маринке. Путинские солдаты пытаются взять полуокружение Авдеевку, двигаясь с севера и с юга, и при этом прикладывает немало усилий, теряя огромное количество лично-состава, бронетехники, артиллерийских средств, активно используют авиацию на этом участке фронта. Но говорить о том, что они получают какие-то серьезные территориальные приобретения, им не приходится. Потому как, опять же, есть системная планомерная работа, есть рутинная боевая работа украинских сил обороны, направленная на уничтожение военного потенциала путинских солдат. Чем больше путинских военных будет уничтожено на этом участке фронта, тем более результативным и эффективным в дальнейшем будет украинское контрнаступление. Давайте переместимся на южное направление. Чем там занят враг? Дальше усиливает оборону, готовясь к возможному контрнаступлению? Или есть какое-то движение в сторону возможного их наступления? Традиционно украинский генеральный штаб достаточно скуп на сообщения по ситуации на южном фасе российско-украинского фронта и ограничивается одной фразой. На юге путинские солдаты занимают оборонительные позиции, но готовятся к якобы какому-то наступлению. Собственно говоря, тут мы можем сделать совершенно очевидный вывод. Российские оккупанты создали как минимум три мощных укрепрайона. В районе Васильевки, в районе Токмака, в районе Мелитополя, потому как ориентируются на заявления, в том числе украинских военных чиновников, о том, что буквально в середине апреля начнется контрнаступление, и это контрнаступление будет на юге, соответственно, на юге Запорожской области. Соответственно, россияне готовятся, россияне боятся и по делу боятся, потому как совершенно очевидно, что и юг Запорожской области в ближайшей перспективе будет в рамках контрнаступления освобожден. Ну а то, что они постоянно пытаются прощупывать украинскую оборону, это очевидно, так называемые разведки боем, попытки использовать малые штурмовые группы при поддержке артиллерии, ну, собственно говоря, это привычная уже практика на этом участке фронта. Что же касается ситуации на юге Херсотской области, ну а там существует природный рубеж, Днепро, все мы знаем, что Днепро в этой части весьма широк, поэтому проводить операции по форсированию Днепра как украинским силам обороны, так и российской оккупационной армии невозможно, нет ни технических возможностей, и артиллерия действует максимально четко, максимально эффективно. Поэтому думаю, что вопрос деоккупации юга Херсонской области, он будет реализован украинскими силами обороны в комплекте с деоккупацией юга Запорожской области. Но тем не менее, на юге Херсонской области активно работают украинские специалисты, мы их называем вовкулаки, кто так называет украинские партизаны, на самом деле не столь важно, как их называют, важно результаты их деятельности. Горят вражеские склады, уничтожаются вражеские коммуникации, взлетает в воздух вражеские артиллерийские системы, все это синхронизирует действия украинских разведчиков и украинских артиллеристов. Очевидно, враг, который находится на нашей земле, должен абсолютно четко понимать, земля под ногами у него будет пылать, потому как это наша земля, а враг должен быть уничтожен. В Крыму оккупанты раздают повестки прямо на улицах, вот об этом сообщают в Центре национального сопротивления, плюс, знаете, в вузах, на предприятиях там раздают такие памятки, как себя вести в случае артобстрела, плюс везде уже окопы роют. Как вы полагаете, враг понимает, что у него уже есть паника, понимает, что курортный сезон будет горячим? Ах, моя любимая тема, потому как 9 лет подряд крымчане мне рассказывали, что Крым и Россия навсегда. Камни с неба, да. Камни с неба, да, мы на родине, в родной гавани. Крым самый безопасный регион в Российской Федерации, потому как огромное количество средств противовоздушной обороны, огромное количество российских солдат, ерунда это все. Горет земля под ногами оккупантов, в том числе на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. И очевидно, что нынешний сезон этого года будет не просто горячим, а адским на территории Крыма. И те российские военнослужащие, которые действуют рационально и в состоянии прочитать, ну, как минимум, ситуацию на пару ходов вперед, уже начинают собирать свои вещи и вывозить свои семьи на материк. Чем дальше от Крыма, потому что понимают, что в ближайшей перспективе или среднесрочной перспективе все это перемещение в пространстве будет напоминать бегство. Бегство белой армии из Крыма в 19-м году минувшего столетия, бегство немецко-фашистских оккупантов из Крыма в 43-м году. Собственно говоря, история повторяется, и думаю, примерно через те же самые процедуры и процессы пройдут и путинские оккупанты, российские оккупанты, которые в настоящее время хозяйничают на Крымской земле, на моей родной земле. И в этом контексте мне тревожат только лишь один момент. У меня перед глазами разграблено коммунальное имущество, музейное имущество на территории ныне освобожденного Херсона. Я понимаю, что все это сделано, весь этот грабеж в Росо было создано и сделано руками путинских солдат. Думаю, что такая же судьба ожидает и исторические музейные ценности на территории Крыма. Но в любом случае наступит славное время освобождения Крыма от российских оккупантов. Пройдет период стабилизационных мероприятий, когда Крымская земля будет защищена от вражеских мин, снарядов и дивизионно-разведительных групп. Ну а дальше уже будем восстанавливать по крохам, по крупицам, восстанавливать и возвращать мир на многострадальную Крымскую землю. Ну а те, кто в Крыму это не понимают, пусть получают повестки, ну и гибнут за то, что они хотели погибнуть, да, за ту идею их. А вот, кстати, тут уже и в Воронежской области их местные власти рассылают тоже повестки. Но тут якобы, я хочу процитировать, для актуализации данных воинского учета. Вот рассылают их по месту жительства и работы. Обещают, что, снова цитата, единственная цель этих мероприятий исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Как вы думаете, вот эти люди, которые берут такие повестки, они понимают, что после такого визита их актуализируют на передовую? Безусловно, потому как, я так думаю, что секретом Палешинеля является информация о том, что в ближайшей перспективе путинская армия будет проводить очередной виток мобилизации. 400 тысяч российских граждан должны будут встать под ружье. И не важно, как это называется. Призыв на контрактную службу или какие-то иные мероприятия по усилению боевых возможностей путинской армии. Но, тем не менее, 400 тысяч. И тут я задаюсь вопросом, а куда же подевались предыдущие 320 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации? Где же делись те самые добровольцы, коих было многие-многие сотни, а то и тысячи? Очевидно, что вопрос состоит в том, что эффективно работает украинская артиллерия. Для кого не секрет, что украинские артиллеристы уничтожают до 90% тех самых военных путинской армии, коих числом уже превращившихся в двухсотых превышает цифру 161 тысячу. И я уверен, что ближе к началу мая с такими же тенденциями Российская Федерация узнает, что такое 200 тысяч двухсотых. Поэтому мероприятия по приведению в порядок мобучета, они направлены на усиление именно численного состава путинской армии. И, соответственно, те самые граждане Российской Федерации, которые в настоящее время получают те самые поездки, в перспективе станут в строй, плохо вооруженные, паршиво подготовленные и обеспеченные. Собственно говоря, такое себе народное ополчение, только непонятно. Ополчение чего? Кто напал на Россию? Нет. Они оккупанты, они враги. Однозначно, видите, как они еще интересно хотят сконфигурировать свою армию, хотят ведь с помощью законопроекта, который внесли в Думу, сместить немного, да, вот этот призывной ценз, да, призывать не с 18, а призывать с 21 года, зато не до 27, а до 30. Соответственно, получат вот три года еще тех мужчин, которых можно просто законно призвать на воинскую службу, ну и отправить на войну. Причем дьявол кроется в деталях. Увеличение возрастной планки до 30 лет не подразумевает автоматического увеличения нижней планки призывного возраста. Соответственно, в определенный промежуток времени в армии будет призывать в возрасте от 18 до 30. И, соответственно, вся эта история начнется буквально с 24 года, а это значит, что возможности для увеличения численного состава тех самых призывников значительно у России увеличатся. Но тут, опять же, дьявол в деталях. Согласно российскому закону, это территория Донецка, Луганска, Херсонска, Запорожской области, это территория Российской Федерации. И что мешает путинским генералам использовать этих самых срочников для выполнения тех или иных задач на территории этих областей, где в настоящее время идут активные боевые действия. Опять же, что мешает путинским генералам вспомнить опыт афганской войны, когда огромное количество срочников советской армии принимали участие в активных боевых действиях. И немалая их часть превратилась в тех самых двухсотых, вернулись покалеченными, изранеными и соответствующими проблемами посттравматического синдрома. Тут другая интересная информация появилась. Путин внезапно объявился в Бурятии, где на авиазаводе в Улан-Удэ рассказал рабочим, что проблемы в мире начались после развала СССР, а Запад после этого пытается раскачивать Россию, ну и создавал там всякую пятую колонну и так далее. Интересно, вот это все, что он может сказать этим людям, почему их родные массово умирают в Украине, в той же Бурятии? Я не склонен к теориям заговора. Часто говорят, что это не настоящий Путин, это какой-то из его двойников. Но я исхожу из следующих соображений рационального подхода Федеральной службы охраны, ФСО, которая использует в качестве подставных уток тот самый персонал ФСО, который изображает то рыбаков, то нефтяников, то в этом случае строителей вертолетов. Скорее всего, такая опция сработала и в этот раз. Уж слишком аккуратен Владимир Владимирович для того, чтобы идти на контакт с людьми, которые могут задавать крайне неудобные вопросы. И скорее всего, среди этих людей не было тех, у кого сын, брат, муж или кто-то погиб на войне в Украине, правда ведь? Да, хотя Бурятия превратилась в край мертвых уже давно. В том-то и дело, что уровень смертности среди бурятийских солдат, призванных с этого региона, кратно больше, нежели количество погибших российских солдат, призванных из питерского или московского региона. Вот мы сейчас видим встречу Путина с этими людьми. Я так смотрю, у них выправка достаточно такая правильная, они стоят в такой правильной военной стойке, как в строю просто. В 2014 году, когда происходил захват подразделениями крымской самообороны тех или иных воинских частей в Крыму, очень часто под камуфляжем, под маскировочными охватами прям проступали погоны у тех самых бойцов спецназа российского. И было очевидно, что действуют против украинских военнослужащих никакие не самообороновцы, а именно профессиональные российские военные. Думаю, и в этот раз выправка тех самых работников авиационного завода США четко демонстрирует их основу, собственно говоря, из какой службы они пришли на эту встречу. Любой человек, бывший в армии, строевую стойку узнает сразу, да, вот буквально. Диагноз, да, это профессиональная деформация в определенной степени, да. Издание «Жесть Посполита» сообщает, что премьер-министр Польши Матюш Моровецкий заявил, что передача Украине истребителя МиГ-29 может состояться в течение следующих 4-6 недель. Вот это состоится в рамках международной коалиции. Ранее президент Анжей Дуда говорил, что, я хочу процитировать, мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно. Вот это важный месседж не только для врага, но и важный месседж нашим всем союзникам, которые до сих пор колеблются, давать или нет самолеты. Так ведь? Безусловно, авиационная компонентная является крайне важной компонентой для обеспечения действий украинских сил обороны не только в обороне, но и в наступлении, в контрнаступлении. Поэтому очевидно, что наши польские друзья, братья, действуют в этом плане абсолютно рационально. Я даже добавлю, что, скорее всего, медиа, о которых идет речь, они прошли через определенную процедуру апгрейда, а, соответственно, узлы и специализированная оборона, оно синхронизировано с некоторыми элементами, например, умных бомб или ракет, которые сейчас активно используют страны, входящие в Североатлантический альянс. А это значит, что мы сможем использовать и умные бомбы класса JBL-DC и иное оборудование, например, ракеты ХАРМ для уничтожения вражеских систем противовоздушной обороны. В общем, я надеюсь, что эту технику мы получим, и она в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в интересах вооруженных сил Украины. И вот еще сенаторы от обеих партий США требуют от Пентагона отправки истребителей F-16 в Украину, об этом пишет издание «Политика». И вот, по их мнению, война сейчас находится на критическом этапе, а истребители – это вот та значительная возможность, которая может изменить правила игры. И вот сенаторы уже обратились к министру обороны Лойду Остину с просьбой до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16. Ну, еще, да, такая очень хорошая новость для нас. Но по этой всю скалу ни хай, ни жар, ни холод, говорил наш Каминяр. И совершенно очевидно, что только лишь объединившись, только консолидировав наши усилия, мы сможем победить то самое зло, наибольшее зло 21-го столетия. Очевидно, что помощь наших западных партнеров и наших американских партнеров крайне важна. Потому что тут и сейчас, я повторюсь, Украина защищает не только безопасность Украины, а Украина защищает безопасность всего европейского континента. И это крайне важно – победить в этом противостоянии. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. А я напомню, Владислав Селезнев, военный обозреватель и бывший спикер Вооруженных сил Украины, был с нами на связи.